всем привет сегодня покажу вам обзор одной очень интересной старой штучки это скажем так артефакт из 2010 из моей юности который на удивление на удивление он у меня сохранился не сломался не потрепался даже внешне вот такая вот штука так то что упала это блок питания штуки а теперь еще кое-что упала и так это philips куплена она была в самом начале 2010 года по моему мне на 23 февраля если сейчас мне 21 год 2019 сколько было мне в 2010 если день рождения в декабре а купили мне их 10 для короче ну к секунду сейчас я скажу точно короче мне было 12 лет и кто бы че не говорил но я вот замечаю такой факт что 12 лет примерно в таком возрасте мало нужно для счастья вот это заметно потому как многие гоняют сейчас конечно не с проводными а с bluetooth колонками но со сраными дешевыми маленькими не звучащими и всех все устраивает но на тот момент времени мне повезло вот с этим вот потому что тогда это было в новиночку такие вещи были либо дорогие либо их не было в наличии и как вы поняли это акустические системы philips обратите внимание на их стороны цвет такой вот складной футлярчик для них в общем почему они такого цвета они должны быть белые эти колонки были со скидкой это была уценка уценка была по моему всего рублей в 300 или рублей в 500 тогда не я не мама не понимали а в чем прикол ну типа они желтея вроде бы красивее это да вроде согласился мне было пофигу но только потом не сразу на потом я понял что вот это вот желтизна поскольку она имеет неравномерности это выгорание это выгоревший пластик от ультрафиолета либо лежали под лампой либо на витрине стояли очень очень долго и были проданы новому тогда счастливому обладателю пиздюку 12-летнего то есть коленьки то есть мне и в таком состоянии они были в таком состоянии низ и остались давайте же посмотрим что они себя представляют вот такой вот провод то есть они раздвигаются вот так вот то есть это как колонки либо для ноутбука либо для маленького ноутбука смотрите вот такие динамики с закосом под кевлар резиновые подвесы еще вроде бы мягенькие так тут написано смотрите у колонок есть вот такая вот фигня эти его можно вот так поставить можно вот так поставить здесь у нас смотрите у нас вставляется 6 мизинчиковых батарей и внутри они белые вот такими они должны были быть наставляются батарейки либо у нас вставляется питание вот сюда вот причем они продавались без блока питания вот питания тут нужен 9 вольт еще разъем не совсем стандартный как на портативных dvd плеерах здесь диаметр также обратите внимание что акустика фазоинверторные да 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 они фазоинверторные не просто закрытые какие-то куски говна сверху у нас регулятор громкости включатель выключатель и тембр то есть либо в ноль либо в максимум колонки эти хоть должны питаться от 9 вольт но как ни странно от 12 вольт они работают и давайте сейчас я их включу сейчас их поставлю и мы заценим что они себя представляют 2019 кстати не включал я их где-то более года сейчас мы вот они простаивали довольно таки долго реально полтора или даже два года и сейчас я включу их и посмотрим живы ли они еще вас учить потом лет смотрите здесь еще есть вот такая вот особенность вот такая вот хрень вот это провод с джеком и он цепляется вот сюда и учитывая форму чехла это предполагается то что их якобы можно просто носить за провод или вешать на шею или что для чего вот это вот хрень типа чтобы отцентровать чтобы она посерединке стояла и мол вот так вот за провод можно носить так что ли но для этого провода тонковаты будут так втыкаем универсальную зарядку для ноутбуков минимальное напряжение 12 вольт никакой индикации на них нету батарейки они жрали быстро кстати так они включились даже работают так конечно же можно было бы соблюсти аутентичность и подключить эти колонки вот к этому вот да именно с этим телефоном точнее с точно таким же я ходил тогда он был красненький в лучшем состоянии чем этот но я продал и кстати не жалею что продал потому что там было уже довольно таки много изъянов потому что у меня и руки чесались интерес был я там много чего напортил а потом и поправил просто заменив плату с другого но это тоже шлакокрут еще тот но он по крайней мере работает но его бы я тоже себе не оставлял я бы взял себе если будет возможность или просто ну или если просто вдруг по случайности попадется 5130 я хочу красный 5130 в приближенном к идеалу состоянии вот это было бы конечно куев ну а такой не хочу не самая удачная модель но все-таки историческая для меня так что слушать мы будем вот от этого и послушаем что нибудь из того времени да конечно эта песня вышла на год позже точнее она вышла в этом году но не в то время когда появились эти колонки но все-таки хочу заметить что для данного размера звук вполне приличный и тогда я был просто счастлив я таскал их везде по квартире на улицу и почти не брал потому что было непрактично но дома я их слушал везде в кровати на кухне туалете на балконе и кстати средний переключатель это все-таки не тембр в ч а ослабление баса долга на ней провод кстати чуть-чуть отходит заметьте они громкие это 12 вольт от батареек они очень быстро бы сели ну они играют на уровне тогда очень массово использую лично в моем кругу массово используемых сиди кассет радио магнитолу вот они на их уровне играют может чуть-чуть лучше некоторых может чуть чуть-чуть хуже некоторых средненькое что-то ну да звук не серьезные на наше время сейчас такого размера колонки могут играть лучше но все-таки это часть истории лично моей поэтому не заслуживают этого обзора